До начала выступления чуть менее часа. Известный во всем мире дирижер Михаил Плетнев готовится дать второй за всю историю оркестра концерт в Челябинске. Теплый прием, благодарная публика. Единственное, что и год назад и сейчас омрачило маэстро – отсутствие хорошего концертного зала. Впрочем, это недостаток не только Челябинска, но и всей России. Как же обидно, когда во всем мире все вот эти вот произведения, которые написаны этими замечательными композиторами, которые представляют собой высочайшие ценности, созданные человечеством, исполняются везде, в маленьком городке Японии. В великолепном концертном зале звучат так, как нужно. А в России, где эти композиторы жили, мы, как правило, подчас вынуждены представлять их в совершенно неподобающих условиях, в залах с ужасной акустикой, совершенно не приспособленных для концертного музицирования. Если концертные площадки в России оставляют желать лучшего, то русская музыкальная школа вне конкуренции. Юная исполнительница из Японии Канон Мацуда 8 лет назад специально переехала в Москву поступать в музыкальную школу Гнесиных. 16-летняя пианистка признается – на родине таких талантливых педагогов просто нет. С российским национальным оркестром Канон выступает уже третий раз, и Михаила Плетнева называет учителем. Я очень рада, что я могу работать, играть с таким великим человеком. Он дает очень важные советы. Я его очень сильно обожаю как пианиста и музыканта. Он мой любимый пианист. Долгожданный концерт открывает пляска смерти французского композитора Сен Санса. Под аплодисменты на сцену выходит юная солистка Канон Мацуда, победительница нескольких международных конкурсов молодых музыкантов. Челябинск стал вторым уральским городом в рамках гастрольного тура Плетнева и Мацуда. Российский национальный оркестр уже выступил в Екатеринбурге и в ближайшее время даст концерты в Оренбурге и Перми.